Это новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте в этом выпуске. Народ Арцаха не примет никаких документов об автономии в составе Азербайджана. Омбудсмен. Из воспоминаний премьер-министра Армянской республики Кавказа Александра Хатиссяна. Им нужен был Карабах-Зангизур. Какие договоренности были достигнуты по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе, подробно Шар Мишель. Историко-культурные памятники Западной Армении, церковь Святой Аст-20 в Карине. Попытка провокации была предпринята во время фестиваля в Тигранакерте, Западная Армения. Артур Тавмасян посетил оперативный штаб правительства Арцаха в Армении. В Степанакерте организовано культурное мероприятие под названием «Арцах – армянская страна», французский нейтралитет и война в Арцахе. Автономия неприемлема для народа Арцаха. Об этом заявил омбудсмен Арцаха Герам Степаня в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о возможности подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном о предоставлении Арцаху статуса автономии. Это не самоцель и не прихоть. Народ Арцаха уже знает, что такое автономия в составе Азербайджана. Ему известны четкие демографические показатели, дискриминационная политика, проводимая советским Азербайджаном. Население Азербайджана росло, население Армении уменьшилось. Народ Арцаха был вынужден жить в Азербайджане. Мы неоднократно заявляли, что не будем в составе Азербайджана. Кто бы ни согласился, мы не будем частью Азербайджана, сказал омбудсмен. Омбудсмен подчеркнул, что Арцах не примет такой документ, если он станет реальностью. Из воспоминаний пример министра Первой республики Александра Хатиссяна. Отрывок из новой книги доктора физико-математических наук Владимира Арутюняна. Турки знали обо всех наших проектах и выступали против них. Они не хотели создания жизнеспособной Армении. Им нужен был сам Карабах Зангезур, чтобы соединить Нахичеван с Баку. Им нужен был Ахалкалаки Лори, чтобы можно было пройти из Карса и Ахалцхев в Казах Елизавет Поль. Настоящая правда была скрыта, потому что турки не хотели раскрывать свои замыслы. Однако, когда мы уже подготовили свои данные, чертежи и наброски границ, на что ушло около полутора месяцев с июня по июль, мы увидели, что грузины и татары включали в свои границы одни и те же области. Здесь уже назревал внутренний конфликт, переросший затем в армяно-грузинскую, армяно-азербайджанскую, грузино-азербайджанскую войны. Этот конфликт не закончился сегодня, просто временно ушел в подполе. Статья полностью доступна на нашем сайте. Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с заявлением по итогам трехсторонней встречи премьер-министра Армении Николы Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Сегодня я принял премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это была наша третья встреча такого масштаба. Мы сосредоточились на ситуации на Южном Кавказе, на развитии отношений ЕС с двумя странами, а также с регионом в целом. Мы рассмотрели весь блок вопросов, подробно обсудили гуманитарные вопросы, включая разминирование, освобождение задержанных и усилия по выяснению судьбы пропавших без вести», – говорится в заявлении Мишеля. В заявлении Шарль Мишель представил результаты, достигнутые в ходе обсуждения, а именно – пограничные вопросы, коммуникации, мирное соглашение, социально-экономическое развитие на благо обеих стран и их народов. Церковь Святой Аст-20 расположена в провинции Арек Коринфской области Западной Армении. Монастырь имеет два названия. Первое – «Ввид на реку». Такое название он получил, потому что рядом с церковью протекала река Аурор. Второе название – монастырь Пресвятой Богородицы, связано с местом его постройки. Он построен на высоком месте. Согласно легенде, монастырь был основан апостолом Фадеем. Однако, Константинопольский армянский патриархат представляет османским властям весточку о том, что монастырь был основан в 1447 году. На протяжении 16 века монастырь был учебным центром. В 1898 году газета «Аровелк» упомянула об этом монастыре, написав, что монастырь находится в безгосударственном состоянии. Епископ Тертат Полян, упоминая этот монастырь в 1901 году, сожалеет, что ему не удалось получить точных сведений о его состоянии. Во время фестиваля, фестиваль бездорожья, проходившего в провинции Тигранакер в Западной Армении, в центральной части города, был перевернут автобус с фотографией вооруженного топала Османа. Имя последнего известно из истории, как один из виновников кровавых расправ над курдами, греками и армянами. Фестиваль был организован выходцем из провинции Гиресун по предложению заместителя губернатора Тигранакерта Мурада Остюрка при сотрудничестве с Акиматом Гиресуна. Автобус был предоставлен губернатором Гиресуна для перевозки участников. Следует отметить, что Топал Осмам был организатором кровавых нападений на греков, армян и курдов Севбастии. Западная Армения осуждает такие действия, оценивая при этом разумное отношение демократического общества к этой акции и ее организаторам. 23 мая председатель Национального собрания Арцаха Артур Товмасям встретился в Ереване с начальником оперативного штаба правительства Республики Арцах Микаэлом Виробян. Товмасям выразил обеспокоенность по поводу дальнейшей судьбы регионов, находящихся под контролем врага. В недавнем прошлом состояла проблема в плане сохранения культурных ценностей Шаумяна и Гюлистана. А сейчас перед нами стоит проблема сохранения материального и нематериального наследия Гатрута и Дизака. Микаэл Виробян отметил, что национально-культурное воспитание молодого поколения среди вынужденных переселенцев Арцаха, проживающих в Армении, стараются держать в центре внимания. И этому процессу оказывается всесторонняя поддержка. 22 мая в Степанокерцком дворце культуры и молодежи состоялся концерт, посвященный истории Арцаха, в исполнении воспитанников столичного центра детского и юношеского творчества. На мероприятие представили патриотические номера и национальные танцы. В беседе с Арцахпресс представитель центра Людмила Барсахян сказала, что цель мероприятия еще раз напомнит зрителям об истории Арцаха. В мероприятие приняли участие президент республики Арцах Арейка Рутюнян, первая леди Кристина Рутюнян, соучредитель гуманитарной инициативы Аврора Рубен Барданян, официальные лица и культурная общественность. Западная Армения. Национальный совет Западной Армении представляет Сенату Франции и Совету Европы доклад по вопросу о нейтралитете Франции и войне в Арцахе. Тот факт, что Сенат не принял во внимание официальные обязательства Франции и ее правительства по отношению к армянскому народу и договоры после Первой мировой войны, а основывался только на незаконных советских договорах, подписанных сторонами, не являющимся субъектами международного права, выгодных Азербайджану, создает реальные трудности для понимания вопроса о нейтралитете Франции в этом конфликте. В заключении Национальный совет Западной Армении напоминает, что Западная Армения является продолжением Республики Армения 1920 года. Поэтому отсутствие представительного государства даже в течение нескольких лет после геноцида его населения и оккупации не означает, что это государство прекратило свое существование. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.